Вот Дашенька. Вечно ты на мне, я в трусах. Вечно ты на мне экономишь. Давай расскажи ко всем, как ты хочешь купить мне очки всего лишь за 100 бат. За 100 бат, Дашенька. Не за 50, а за 100. Друзья, 100 бат это 200 рублей. Это вот такие очки будут в Таиланде. Скатилось. У меня вообще трайбаны за 15 тысяч долларов лежат. Да, да, они стоят там 100 рублей сейчас. Сереженька, подписчики. Все вещи, Дашенька, которые ты покупаешь, дорогие, они потом стоят 100 рублей. Потому что ты что? Что кто? Рубкажа. Подписчики мои, любименькие. Кто меня смотрит, кто на меня подписан, на Наварскую, напишите этому дяде Сереже, чтобы он не экономил на радость. У тебя зато щеки большие. А у тебя что, небольшие? О, дядь, сделай как мы, как китаянка. Вон. Я не в YouTube. Да, что не поменялся? Два девила, ты съела? Все, давай, мне надо идти. Давай. Здорово, друзья, с вами дядя Серёжа и продолжаем влог про Китай. И сейчас я пойду в свои патлы вот эти, со скребу, со стригу. Вот здесь у меня цирюльня, в примерно двух минутах от моего дома. Так же, как и зал, только надо через дорогу перейти, что очень опасно в Таиланде. И раз будем рассказывать про Китай вам дальше. Так как тут немного жарковато, и дядя Серёжа гоняет всё время в шлеме, надо патлы-то эти состричь. И дядя Серёжа не без знания английского, и, точнее, дядя Серёжа и знания английского уровня Сергея Миронов, и без знания тайского, естественно, покажет им вот такую фотографию какую-то, которую я нашёл в интернете. Где короткостриженный белобрызый парень. Посмотрим, сделают ли они меня такого же. Магия! Прекрасный салон. Всё круто, сейчас немного расскажу. Зайду в фэмили-маркет, куплю чуть-чуть вкусного. И расскажу, как меня подстригли. Расскажу немного о тайских парикмахерских. Сколько это стоило? Ну что, ребята, немного о стрижке. И это была типичная тайская парикмахерская, в которой срегут мужики, надевая намордник. Мой мастер лысеющий и лысеющий так же практически, как и я, только что он уже более в возрасте. И, наверное, чуть попозже станет как Семенихин. И я тоже стану как Семенихин. Зато меньше будет геморроя с этими стрижками. Ладно, по факту, что интересно, виртуозно взял расческу и воткнул её себе в голову. Вот, и чтобы, наверное, не держать её где-то в кармане, либо на столе. Плюс, в Таиланде они любят обладать огромным количеством машинок. Плюс, в конце всё время тебя возьмут и побреют опасной бритвой. А точнее, вот эти бритвочки, которые маленькие, остренькие, вставляются в специальный какой-то карандаш. И он тебя по контуру обревает. Мой мастер побрил ещё мне и уши. И первый раз мне побрили уши. Потом он мне подстриг немного волоса в носу. Наверное, они уже совсем вылезали. И его это раздражало. И что ещё? И? А, и, естественно, массаж. Массаж, это, наверное, секунд 10, даже 5 секунд. Он побил просто мне по спине руками. Вот, всё это стоит 160 бах. Что очень, конечно же, недорого. Ну ладно, перейдём к Китаю. Мы приехали в Шенчжэнь на турнирчик. По стандарту там всякая регистрация. Подарили грудку, футболку. Потом подарили сумку ещё. И чудеснейший крем. Может регулировать состояние кожи. Может. А может и не может. Может регулировать состояние кожи. Улучшать. 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 Проблему. Текстуры. И тона кожи. Улучшит вашу проблему. Имеет эффект похудения, укрепления кожи. Беление. Плюс увлажнение. Беление кожи. Тебе нужно? Необходимо. А улучшить проблему кожи тебе надо? Необходимо. Улучшить проблему надо? Это ключевое слово. Улучшить проблему. Есть проблему, мы её улучшим. Наш крем тебе поможет. У тебя проблема ещё недостаточно улучшена? Пожалуйста. Крем. Для улучшения проблем. Крем для улучшения проблем. И ИАНО. Во всех супермаркетах страны. Гениальный эффект. Грудка. Грудка на самом деле это очень хорошо, когда ты приезжаешь и хочешь жрать на этой регистрации. Надо сидеть и слушать китайскую речь, которую ты не понимаешь. Это очень в тему. Что ещё? Позирование. Как обычно всех учили позировать. Нас учил позировать Андрианчик. Как ни странно, его вытянули. Сказали, давай остановись в центр. И учил нас позирование. Потому что позирование у него, конечно, очень чёткое. После регистрации отеля мы поехали к Антону в центр Шэнчжэня. Антон новый герой в бложике. Позов лифт. Приехал, да? А раз вы сколько стоит? Нет раз вы. Да? Так и чё нас отпустим? Нас пустим. Смешно. Смешно общается. Хвата. Что они хотят? Они хотят залог какой-нибудь вещи ставить. Ты на них обиделся? Бесплатный? Бесплатный зал. Второй зал уже. Вот такой вот залчик. Самые большие гондели с рахотки. Прикольные дорожки такие. Выглядит совершенно обычным типичным китайским залом. То есть все китайские залы идут вот так вот. Они только разной формы и разное количество зеркал и разное количество подсветки. Как правило в залы добавляют разные синие и красные подсветки еще. Вот такими же полосными. Прикольно. Сейчас в Китае очень популярна какой-нибудь бокс или в частности тайбокс. И очень много инструкторов есть талант именно учиться тренироваться, получать сертификаты и тренироваться. И спортзалы. Это мужская сборка и женская. И спортзалы очень гордятся тем, что у них есть такие инструкторы, которые могут преподавать тайбокс. И они активно... ММА. А, ММА, кстати, еще. А, ты меня дополкаешь с ним? Да. А, да, привет, ребята. Себе можешь еще передать. Да, Тони Лаушин, подписывайтесь, друзья. И Катя. И Катя. Котеночка, тебе передай привет. Друзья-лапидушечки, всем добро пожаловать в Китай. Если вам интересен китайский язык, если вам интересно жить в Китае, то Тони Лаушин и берите в Ютубе аккуратненько, и сразу же выбьется вот этот персонаж. Все, всем привет. Хоба. Китайский спортзал. Слева, в центре между небоскребов, есть такая, как назвать, не арка, а крыша. Крыша? Крыша, да. Рышая крыша лежит. Вот это является именно центральной частью Шэньчжэня. Самый центр Шэньчжэня. Именно вот это сооружение. Знаешь, вот я смотрю сейчас такое ощущение, что это немножечко похоже на Гонконг. Да. Да? Согласен. С пика Виктории. Ну и настал день соревнований. Про этот турнир надо рассказать поподробнее, поподробнее. В нем есть что рассказать, что было интересного там. Какая тучища. Очень интересная номинация жопа. Жопа или где оценивают ягодичные. Очень сложно, наверное, судим сидеть и оценивать ягодичные. Смысл в том, девочкам дают топики, стринги, и они своей, так скажем, пятой точкой вертляют то в одну сторону, то в другую. Вот и все. Вот и все. У них бывает даже одевают на них какие-то маски. Наверное, чтобы это очень тяжелая работа судейская. И им приходится вникать в эту задницу. И лица могут немножечко отвлекать. Когда они поворачивают, стоя вот так. И это, конечно, весело. Конечно же, в номинации лучшая задница выигрывает Дашенька. Она также выигрывает и в бикини. О, дядя Сережа становится четвертый, Адриан вторым. Два момента хочу рассказать про этот турнир. Очень достаточно интересных. Так как китайцы хотят сделать какое-то шоу, они всем ребятам дают образ. Придумывают. В моем случае образ это были накручены вот здесь на запястье просто какие-то бинты. Типа я такой спортсмен, наверное. Кому-то доставался билдером там костюм спартанца, либо какой-то тайского бокса, либо военные штаны там. Короче, куча была вариантов. Девочки выходили с крыльями вроде. И еще какой-то был образ, я не помню. Смысл в том, что в этом образе они выходят в финал и начинают позировать. Это смотрится очень комично, очень смешно, когда девочки бикини с огромными крыльями вот таким начинают поворачиваться направо, друг друга задевают. И, конечно, это весело. Так же весело смотрится и как бодибилдеры позируют в тайских шортах, в этих для тайского бокса, либо позируют с плащом, как черный плащ, как гладиаторы, короче. Они позируют. Это так смешно. Это делается для зрителя и, конечно же, скорее всего, судьи уже давно всех расставили. Ох, вот он, такой суровый китайский бодибилдинг. Второй момент, который дядя Сережа хотел озвучить, это абсолютка. Абсолютка, это, конечно, очень смешно. А победители всех категорий и в физиках, и в бодибилдинге выходят и позируют. Позируют по-бодибилдерски, либо там как умеют физики, потому что не умеют так позировать. И судьи должны оценить и выбрать лучшего. Это, конечно, очень как-то глупо, потому что в любом случае выигрывает бодибилдер. Потому что, во-первых, у него нет шорт, и он может нам, не знаю, показать ноги, позы какие-то. Вот, это какая-то хрень. И также абсолютка у девочек это победительница среди задниц, жоп, поп, лучшие ягодичные. Это все одна категория, если ты подумал, что это несколько. И бикини выходит и лучше выбирает. Естественно, выигрывает Дашенька. Дашенька выигрывает, получает за каждую категорию. Она выиграла в попах и в бикини по три тысячи юаней и за абсолютку десять тысяч юаней. Но китайцы жопочно дают денежки только за абсолютную категорию. Вот зажопились они что-то и дали денежек только за десять тысяч юаней. Это вот столько рублей примерно. Хотя, не знаю, рубль упадет и это все поменяется. Но это довольно приятная сумма, которую, не знаю, получаешь и можешь купить поездочки какие-то, вот эти турниры. И, в принципе, прикольно. Кому бы не понравилось получить почти сотку тысяч рублей. Так, ну что, друзья, сказать. Это же китайцы. У них все как-то по-своему делается для шоу. Но, конечно, соглашусь, выглядит круто, когда выходит такая пародия на Victoria's Secret. Ну и плюс какой-то добавляет шоу, потому что бодибилдинг скучнейший вид спорта. Поэтому он и не собирает никакие залы. И такие всякие манипуляции с ним могут, наверное, что-то взбодрить и люди придут. Потом мы отправились в остров Хайнань, в котором были примерно 8 дней. В принципе, все. Что, друзья? Так что, давайте, не забывайте дяде Сереже лось, напишите про его прическу. И все, скоро начинаются тайские каникулы. А я все еще жирный. Не жирный просто, а отекший. Надо меньше жрать. Пока! Друзья, не забываем, что у дяди Сережи можно купить спортивные коктейльчики в магазинчике. Ссылочка в описании, в инстаграме также одежда, какие-то добавочки, витамины и так далее, и так далее. А реклама закончилась! Я знаю, вам это нравится. Чертовы извращаться. Меоргиев. Попробуем. Попробуем. Продолжение следует...